Работа по созданию новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат» полностью завершена, а первый запуск состоится с космодрома Плесецк. МБР «Сармат» предназначена для замены ракетного комплекса «Воевода», который сейчас находится на боевом дежурстве с превышением гарантийных сроков эксплуатации. У новой тяжелой ракеты будут не только новые виды боевого оснащения, но и улучшенные средства преодоления про противника. Практически вся информация о «Сармате» находится под грифом секретности. Ведь это не модификация «Воеводы», а принципиально новая разработка. Однако, несмотря на отсутствие точных характеристик, кое-что можно понять. Самой мощной МБР наземного базирования в мире является ракета 15А18М комплекса Р-36М2 «Воевода». Она способна нести до 36 ядерных боеголовок индивидуального наведения. Ракета может стартовать во время ядерной атаки противника по району базирования, потому что конструкция позволяет ей проходить через облако ядерного взрыва, выключать систему навигации и корректировать курс в безопасной зоне. Для уничтожения 80% промышленного потенциала сильного противника достаточно десятка таких ракет. Лучшая американская межконтинентальная ракета — это трехступенчатая твердотопливная LGM-118A Peacekeeper, снята с вооружения в 2005 году. В настоящее время США делают упор на стратегические ракеты морского базирования Trident, которые уступают российской булаве с настильной траекторией и более совершенными средствами маскировки полета. При этом наши тяжелые ракеты — жидкотопливные. Высококипящее жидкое топливо превосходит твердое по удельному импульсу на 30-50%, но технология у таких ракет сложнее. Штаты почему-то разучились делать мощные жидкостные двигатели и закупают российские РД-180. Боевые части Сармата, скорее всего, будут маневрирующими гиперзвуковыми блоками, которые используются на Тополь-М, РС-24 Ярс и морской булаве. Современные и даже перспективные средства противоракетной защиты в обозримом будущем не способны противостоять ракетам, которые сходят с индивидуальных баллистических кривых и продолжают доставку боевой части. Бывший начальник главного штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин. Главные требования к перспективной ракете заключаются в повышении ее энергетических характеристик, которые должны обеспечить преодоление существующей и перспективной системы НПРО США. Кроме того, эта энергетика должна позволить ракете наносить удары по целям не только через северный, но и через южный полюса. С круговой противоракетной обороной, расположенной в Европе средства ПРО, станут менее эффективными. Так или иначе, скоро на вооружении наших ракетных войск стратегического назначения появится наследник Сатаны. Интересно, как назовутся армат по классификации НАТО?